Добрый вечер на 12 канале итоговый выпуск новостей в студии Екатерина Булучевская и вот главная тема этого дня. Ковид отступает, но маски остаются. Уперштаб по борьбе с коронавирусом все-таки продлил действующие ограничения. Срочно повысить градус. Приглашайте руководителя ГИЖИ и разбирайте, что происходит. Губернатор отреагировал на жалобы омичей о холодных батареях в квартирах. Когда управляющая компания неуправляемая. Уже достало бездействие, так скажем, центра жилсервиса. Омичи жалуются на коммунальщиков, которые и работать не работают, и к другим не отпускают. Люди долго. Росгвардия отмечает профессиональный праздник. И танцуют все. В селе Покровка открыли Дом культуры после пятилетнего простоя. Все, что касается реализации транспроекта «Культура», у нас идет полным ходом. Как обновили ДК, лично оценил губернатор. Масочный режим в Омск области продлили. До 30 апреля такое решение принял региональный оперштаб. Как отметил Александр Бурков, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе действительно стабилизируется. В последние несколько дней фиксируется около 250 новых случаев заражения COVID-19. При этом большинство инфицированных болезнь переносят в легкой форме. Улучшение питобстановки позволило сократить коечный фонд. Некоторые больницы уже вернулись к привычному режиму работы. Но говорить о полной отмене ограничений и ношении масок пока рано. Однако в правительстве региона пошли на смягчение режима. Мы сегодня уходим от дистанционной работы на дому. Сегодня руководителям предприятий предлагается уже работать в любом режиме, который они сами выберут. Также отменяем самоизоляцию для людей старше 60 лет. Убираем ограничения по численности людей при проведении деловых праздничных мероприятий. Сегодня предприятия общепита могут работать на полную мощность с полной загрузкой. Губернатор также отметил, важно соблюдать меры предосторожности. Ну а главным средством борьбы с коронавирусом по-режнему остается вакцинация. Добавлю, что в некоторых регионах масочный режим отменили. Так, например, в Москве, Калужской и Тамбовской областях, а также на Кузбассе. Дефицита лекарств в Омск области нет. Об этом губернатору сегодня сообщили в региональном Минздраве. На аппаратном совещании Александр Мураховский доложил, что жизненно необходимые препараты в регионе есть, и они в достаточном количестве. Каждый день в ведомстве мониторят ассортименты и отпускные цены на лекарства. Также на совещании обсудили и проблемы в сфере ЖКХ. Александр Бурков уделил особое внимание проблеме с температурным режимом в домах по улицам Пархоменко, Петра Осьминина, Пономаренко. Губернатор потребовал оперативно реагировать на жалобы о мечей. Если люди им звонят в госжилы инспекции, они обязаны реагировать оперативно. Тем более, это вопрос касается температурного режима в квартирах, а не так, чтобы запускать людей по большому кругу. Приглашайте руководителя ГЖИ и разбирайте, что происходит. Между тем, жители одного из домов Левобережья объявили войну управляющей компанией. Решили сменить обслуживающую организацию. Вот только оказалось, что в стремлении сделать свою жизнь комфортнее недостаточно следовать только требованиям жилищного кодекса. Приходится выдерживать психологическое давление и даже обвинения в мошенничестве. Подробности у Светланы Мельниченко. У меня всю квартиру затопило. Три комнаты. Детская, зал была и кухня затоплена. На кухне грибок, плесень был, который мне строители выводили. В квартирах на верхних этажах действительно главнее всего погода в доме. Во время дожди жилье заливает. Желтые разводы и сейчас видны на белых стенах. Ирина Шипелева неоднократно обращалась в управляющую компанию с просьбой подчинить кровлю. Действий ноль. Тогда женщина подала на коммунальщиков в суд и выиграла его. Обслуживающая организация выплатила женщине 80 тысяч рублей. Вот только крыша по-прежнему протекает. Уборка в подъездах никудышная. Перегоревшие лампы меняют. В лучшем случае неделю спустя жалуется Ирина. Терпение лопнуло и жильцы приняли решение сменить управляющую компанию. Люди все-таки откликались, потому что некоторым просто уже достало бездействие, так скажем, Центр жилсервиса. Собирали, рассказывали все. Ну и вот собрались только подписи. 58 процентов. Согласно жилищному кодексу, чтобы поменять управляющую компанию, необходимо организовать общее собрание собственников, получить 50 процентов плюс один голос в реестре голосования, учитывая, что каждый собственник голосует своей площадью, оформить протокол собрания и предоставить его в государственную жилищную инспекцию. Жильцы дома утверждают, революцию провели по закону, но после этого подверглись психологическому прессингу. Такого плана листовки на протяжении целого месяца мы достаем из наших почтовых ящиков. Судя по листовкам, которые якобы разосланы полицией, подписи за смену управляющей компании собирали мошенники. Жильцы уверены, это происки все еще обслуживающей их дом компании. Сотрудники, которые устраивают даже по квартирный обход. Люди уверены, так перетягивают голоса в свою пользу. В обслуживающей организации это опровергают. Наши сотрудники не могут агитировать и не агитируют собственников, поскольку собственники, еще раз повторяю, самостоятельное большинство собственников. И нам и звонят, и говорят о том, что они не хотят никуда переходить. Напомним, что по закону, чтобы оспорить решение собственников, необходимо вновь провести общее собрание. В случае, если управляющая компания нарушает закон, то, соответственно, это незаконно, и нужно обращаться в суд с требованием восстановления прав. А все, что касается проведения собрания, агитации, если это проводится в законном установленном порядке, то это не является нарушением. Юристы напоминают, если в жилищную инспекцию поступит два пакета документов, и оба будут оформлены правильно, действующим признают тот, который предоставят последним. И если жители дома такой расклад не устроят, они смогут оспорить его в суде или провести новое собрание собственников. Светлана Мельниченко, Виктор Осинцев, 12 канал. Стало известно расписание нового маршрута номер 42, который будет курсировать от производственного объединения «Ртыш» до улицы Бархатовой. Первые автобусы по будням сконечно отправятся чуть раньше 6 утра, а выходные ровно в 6. Последний рейс в 22.05. Новый маршрут пройдет по 3-й транспортной «Панфилова», бульварной с выходом на маршала Жукова, где, к слову, раньше не ездил общественный транспорт. Остановочные павильоны и знаки там уже установлены. С апреля на 42 маршруте должно работать 16 автобусов среднего класса. Тариф регулируемый. Стоимость проезда 25 рублей по карте ОМКО и банковским картам, а также 30 рублей за наличку. Все существующие льготы действуют. Новый уровень культуры. Губернатор Александр Бурков в селе Покров Комского района торжественно открыл местный ДК. В 2016 году здание признали аварийным, потребовался капитальный ремонт, провели его в рамках национального проекта. Теперь, говорят жители Покровки, не стыдно здесь принимать и столичных звезд. Вместе с главой региона одним из первых обновленный Дом культуры оценил и легенда советского и российского кинематографа Александр Михайлов. Актер, полюбившийся многим своей народной ролью Василия Кузякина в фильме «Любовь и голуби», считает Омск область своей второй малой родиной. Подробности в нашем материале. Петь-то негде было уже несколько лет. Песня – это наше все. И теперь она вновь польется. У Покровских хористок настоящий праздник. Отремонтированный Дом культуры наконец-то открыл свои двери. Этого события местные таланты ждали с 2016 года. Тогда ДК признали аварийным. Заниматься творчеством здесь стало опасно для жизни. Крыша протекала, стены трещали по швам. В последние годы, когда работали творческие коллективы, был сырой влажный воздух, были черные стены. И ремонт, который даже косметически проводился, он не спасал. Здесь начался грибок, был тяжелый запах очень. Было, конечно, принято решение тем, что нужно коллективам уйти отсюда. Мы занимались на базе школы, занимались в детском саду. Сейчас, признаются губернатору Покровские звезды, Дом культуры – не узнать. Новый фасад, окна с тройным стеклопакетом, добротная крыша и ровные стены. Рабочие действительно капитально модернизировали здания. Появилась здесь даже собственная библиотека. Фонд на любого читателя. Есть и художественная литература, и научно-популярная. Во время экскурсии в книгохранилище Александр Бурков вручает несколько подарочных изданий почетному гостю Александру Михайлову. У легенды советского кинематографа к нашему региону любовь особая. Мы выпустили вот такой альбом. Это издание «Омское пространство Достоевского». Так как мы считаем, Достоевский стоялся как писатель, философ именно в Омске, пройдя 4 года на катаге. Александр Михайлов в свою очередь делает свой подарок и губернатору, и всем жителям поселка большой двухчасовой концерт. Зрители не скупятся на аплодисменты. Премьера и сразу от народного артиста. В ответ звезда всероссийского уровня скромно отмечает, омская земля для него уже стала практически родной. Так что выступать здесь – честь. Не исключено, что в ближайшем будущем легенда и вовсе переедет в Сибирь. Не скрывает, подумывает об этом, построит дом и заведет голубей. За Западную Сибирь огромное будущее. Огромное. Это, как сказал один из зарубежных мыслителей, гениальных, сказал, что Западная Сибирь будет вновь ковчегом духовного рассвета всей нашей, не только России, но и мира. Это произойдет. Поэтому, уверен Александр Михайлов, нужно активно поддерживать и развивать культуру. Прежде всего на селе. Благо, омская земля богата талантами. Однако, расхожее мнение, что талант сам пробьет себе дорогу, губернатор не поддерживает. Реализацию нацпроектов Александр Бурков контролирует лично. На этот год мы запланировали окончание ремонта еще восьми домов культуры. Мы также продолжаем ремонт домов школ искусств. Поэтому здесь все, что касается реализации нацпроектов культуры, у нас идет полным ходом. Невзирая на какие-либо санкции. Благо, что культура у нас своя, русская, понимаете, ее у нас никто не заберет. Ремонт Покровского ДК обошелся в 21 миллион рублей. Жители не сдерживают эмоций. Этот объект в селе едва ли не главный. Очень красиво, очень приятно. Прям зайдешь, аж мурашки. Вот я и в зале побывала, и я надеюсь, очень долго он простоит. Изумительно, прям очень хорошо. Спасибо, кто помог сделать нам дом культуры. Теперь, говорят, жители Покровки надеются, что вслед за Александром Михайловым к ним потянутся и другие звезды. Денис Ионас, Екатерина Булучевская, Сергей Пайхалов, 12 канал. Холодный душ для умских трамваев с потеплением специалисты электрического транспорта перешли на весенний режим работы. Внешнему виду вагонов сейчас уделяют особое внимание. На мойку трамвай отправляются каждый день по окончании рабочей смены. На одно транспортное средство уходит около 200 литров воды. Грязь очищают огромные автоматические щетки. Лобовую и заднюю часть вагонов мойщики обрабатывают мощным потоком воды вручную. Ежедневно такие водные процедуры проходят все 55 трамваев, выходящих в линию. Моют салон и изнутри, а также проводят дезинфекцию всех поверхностей. Ежедневно при заезде трамваи моются сначала снаружи, затем производится мойка внутри. То есть поручни моют на спинках сидений ручки, моют пол кондуктора. Производим дезинфекцию салонов. Заходы растянуты с 17 часов и до 22. В этот период времени происходит мойка вагонов. Ударили по струнам и поддержали басами. В историческом парке «Россия. Моя история» прошел рок-фестиваль «За победу своих не бросаем». Омские музыканты исполнили патриотические песни в оригинальной аранжировке. Записали для российских бойцов ролики со словами поддержки. Никита Смирнов расскажет подробнее. С нами Бог истины, добра и чести. Известным патриотическим песням современное звучание придает электрогитара. Басами и живым инструментальным выступлением открывают концерт «Белые медведи», творческий коллектив нацгвардии. Сергею Мавыхину такое звучание по душе. Рок-фестиваль проводят в поддержку спецопераций в Украине. Сам мотив этой операции искоренит нацизм на территории Украины, которые сейчас на их территории довольно-таки разросся. И, можно сказать, он терроризирует обычное население. В поддержку российских военных выступает и творческий клуб «Орден сибирского рока». Музыканты в знак солидарности с вооруженными силами России записывают видеообращения к солдатам. В наших силах оказать моральную, прежде всего, поддержку. К слову, желающих обратиться к российским солдатам оказалось немало и среди слушателей. Все ролики отправят нашим бойцам. На входе посетители импровизированного рок-концерта могут поучаствовать в акции по сбору гуманитарной помощи беженцам Донецкой и Луганской народных республик. Чай, печенье, крупы. Наша съемочная группа тоже решила не остаться в стороне и внести свой вклад. Сбор гуманитарной помощи в историческом парке продолжается. Помочь беженцам продуктами или теплыми вещами можно в любой день недели. Никто не может оставаться равнодушным. Вот уже целый месяц, как мы с болью в сердце, тревогой наблюдаем все, что происходит. И мы очень переживаем за тех наших ребят, которые сегодня участвуют в осуществлении специальной военной операции. Мы верим, что им сегодня нужна наша поддержка. Что каждое сказанное слово, каждая добрая мысль, она обязательно спасет кому-то жизнь. Программу в историческом парке продолжил документальный фильм «Последний адмирал Советского Союза». Он посвящен адмиралу Касатонову, который сохранил Черноморский флот в составе Вооруженных сил России. Никита Смирнов, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. И смотрите во второй части выпуска. Жизнь на волоске. Пострадавших при пожаре в Калачинске экстренно ввели в искусственную кому. Люди долго. Росгвардия отмечает профессиональный праздник. И чудеса, шитые нитками. Покажем, как старым вещам дарят вторую жизнь. Радуют ценой и качеством полки с молочной продукцией в магазинах пустовать. Точно не будут, в этом уверены омские производители. Так, например, компания «Тюкалиночка» получает сырье исключительно от местных проверенных поставщиков, а значит, ни дефицита, ни проблем с поставками не предвидится. Более того, здесь намерены наращивать обороты. Подробности далее. На полках этого магазина нет свободного места. Творок, сметана, йогурты и не только. Помимо молочных изделий, покупателям предлагают даже выпечку, сладости и морс. Все собственного производства. Завод находится в Тюкалинске. Главный ингредиент – молоко – получают от проверенных хозяйств, которые проходят многоступенчатый контроль качества. Поэтому никаких проблем с поставками сырья, а также готового продукта нет. Наши павильоны всегда наполнены продуктом, чтобы наш любимый покупатель каждый день на полках мог найти сегодняшний, именно свежий продукт, свое любимое молоко, творог, сыр, что-то к себе купить к чаю. У нас полные полки, полный ассортимент. И наш Тюкалинчик всегда находится рядом с домом, что очень удобно. В одном только магазине Тюкалиночки покупатель без проблем найдет все, что нужно для завтрака или обеда. Еда вкусная и полезная, все по приемлемым ценам. Компания всегда идет навстречу покупателю. Люди ко мне прямо с такой благодарностью приходят и говорят, мы специально ищем Тюкалиночку, чтобы купить наш творог, масло наше, и сливки наши 42-процентные, правда, они прямо ищут Тюкалиночку. Когда такие вот подъем цен, у нашей компании есть скидки, акции каждый месяц. И каждое воскресенье у нас скидки на молоко, кефир и йогурты, поэтому люди идут с удовольствием. Простаивать завод Тюкалиночки точно не будет. Компания даже намерена увеличивать обороты. Сейчас производители работают над созданием новых видов продуктов. Пострадавших в пожаре в Калачинске врачи ввели в искусственную кому. Специалисты диагностировали ожоги 90% тела. Пациенты признаны нетранспортабельными. Сейчас они находятся в реанимации Калачинской ЦРБ под дистанционным надзором специалистов Омского ожогового центра. ЧП, напомню, случилось на выходных по версии следствия. В доме, который отапливался газовым котлом, произошел хлопок. В итоге пожар охватил два частных дома в Калачинске. На месте работали 13 спасателей, два звена газодымозащитной службы. Пламя тушили 4 часа. В огне пострадали владелицы одного из домов и ее 14-летняя дочь. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ, оказанию услуг либо выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По месту происшествия следователей изъяль предмета, которые представляют интерес для следствия, кроме того, проведены обыски в организации, которая обслуживала газовое оборудование в доме. И еще один пожар произошел сегодня в одном из крупных торговых центров. На левом берегу горела проводка на внешней стене здания. На место выезжали 4 пожарных машины и 21 спасатель. Из магазина эвакуировали больше 100 человек. Пламя потушили уже через 15 минут, а в течение часа устранили и последствия возгорания. В итоге уничтожено 3 метра проводки. Пострадавших нет. На страже закона 24 на 7. Росгвардейцы накануне отметили свой профессиональный праздник. В этом году шестилетие в составе ведомства, которое пришло на смену внутренним войскам. В преддверии праздника сразу два десятка молодых сотрудников приняли присягу. На торжественной церемонии каждый боец дал клятву быть верным долгу и защищать права и свободы мечей. В специфике служба ангелов-хранителей в бронежилетах разбиралась Ангелина Рунова. Наручники, дубинка, пистолет. Полный комплект гарантии выполнения трудовых обязательств и безопасности мечей. После получения табельного оружия инструктаж. Меняете все восточная сторона, соответственно, там. Юго-западные здесь круг обошли, обменялись информацией, сделали запись. После традиционного построения батальона Иван Спиридонов в составе группы задержания в сером оазис с красной полосой на борту отправляется по маршруту. Сопровождение ценных грузов, реагирование на срабатывание тревожных кнопок, охрана, правопорядка. И каждый шаг в обмундировании весом около 10 килограммов. Бронежилет, щиты, дубинки и каски. И так 24 на 7. Иван на службе почти 20 лет. И даже без формы людям требуется его помощь. Так, прошлой осенью соседский 8-месячный мальчика прокинул на себя кипящий чайник. Получается, мама, мы ее мало знали, так как они только переехали. И она в груди прижалась ребенка себе. Увидели, что он весь красный. Все, я тут же снял с него рубашку и памперс. И вот, получается, потом только нам сказали, что если памперс бы не сняли, он бы обварился еще сильнее. Иван среагировал моментально и вызвал скорую помощь. Три дня младенец провел в искусственной коме. Но жизнь мальчика удалось спасти. И подобные истории не единичны. Прошлым летом двое бойцов в Кировском округе отыскали 4-летнюю девочку, которая сбежала из дома. Потеряшку, бродившую вдоль озера, матери вернули всего за полчаса. Страх был. Потому что это был первый раз, что она одна осталась. Оперативно все очень быстро. Мы даже не успели напугаться. В середине зимы росгвардейцы примерили на себя роль пожарных. Глубокой ночью в Нововаршавском районе из-за электрокотла коттедж превратился в полыхающий факел. Экипаж бросился в огненную ловушку. Вызволять пенсионера и его 15-летнюю внучку еще до приезда МЧС. Теперь навещают погорельцев и отмечают второй день рождения мечей. Пока мне поставили лестницу, я увидел, что внучку унесли, я к этому моменту себя чувствовал уже окончательно заберешься. И еще одна история спасения. В ноябре прошлого года на бульваре архитекторов заснеженной магистрали легковушка вылетела в кювет. В перевертыши зажало водителя. Жертву аварии из-за точения вызволил проезжающий мимо патруль Росгвардии. Они помогли мне вытащить документы, вещи, все время обеспокоились, не тошнит ли меня, не кружится ли меня голова. Главное, уверены бойцы, не растерять это мужество и желание помогать. И именно поэтому действующие силовики сами взращивают будущих разгвардейцев. У меня есть сын, которому уже 7 лет. Я его отдал в борьбу, чтобы занимался спортом. А в будущее, конечно, я хотел бы видеть его в структуре. Ангелина Рунова, Денис Лопарев, 12 канал. С днем Росгвардии омских военнослужащих поздравили и первые лица региона. Губернатор Александр Бурков и председатель областного заксобрания Владимир Варнавский поблагодарили бойцов за верность боевым традициям и воинской чести. И отметили, цитирую, «Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, уверенность в завтрашнем дне и благополучие близких. Сотрудники Росгвардии – те, от кого зависят безопасность омичей и общественный порядок в регионе. Жители знают, что в любой ситуации росгвардейцы готовы действовать твердо и решительно и сделать все, чтобы защитить людей». Конец цитаты. «Есть чему поучиться и есть чему научить» в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства подвели итоги рабочей поездки в Екатеринбург. Специалисты ведомства пришли к выводу, что технологии, используемые при ремонте дорог в столице Урала, практически идентичны тем, что применяют в Омске. А вот о безопасности водителей и пассажиров у нас заботятся больше. Снег стараются как можно быстрее убрать с магистралей, проезжую часть обработать смесью песка и соли. Ну а главное отличие, на которое обратила внимание руководитель управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан – структура подразделений. В Екатеринбурге зона ответственности разделена по разным учреждениям. В Омске же за содержание парков, фонтанов, благоустройства и уборку улиц отвечает одна структура. Было очень интересно посмотреть, что именно входит в благоустройство, как они это выполняют, где они это выполняют. Ну точно так же общественные территории, точно так же по голосованию. В принципе, вот когда ездишь в такие командировки, они как бы так более всего творческие, это во-первых. А во-вторых, может быть для себя что-то, ну такое вот, подчеркнуть то, что нет. В свою очередь, специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства готовы встретить деликацию из Екатеринбурга на своей земле, чтобы поделиться с коллегами опытом реализации нацпроектов и показать результат многолетнего преображения города. Омские юно-армейцы приняли участие в спортивном фестивале в поддержку российских военных, которые сейчас участвуют в спецоперации в Украине. Ребята сдавали нормы ГТО. 250 любителей активного образа жизни демонстрировали личные рекорды в прыжках в длину, челночном беге, подтягивании и наклонах на гимнастической скамье. Спортивные достижения мячей поддержал и звезда мирового уровня стронгмен Михаил Шевляков. Наш материал. В спорте Александра Лебедева как по жизни, только с победой. Вот и сейчас у восьмиклассницы в наклоне на гимнастической скамье золото. На сдачу норматива в ГТО пришла в поддержку российских военных, которые защищают население Донецкой и Луганской независимых республик от вооруженных наемников и сил ВСУ. Я патриот своей страны, России, поэтому я решила пойти и быть патриотом. Я очень волнуюсь, переживаю, как-никак. Россия, у меня много знакомых военных, родители также военные. Очень страшно. Но они молодцы. То, что пошли. На соседней площадке юнормейцы сдают норматив по прыжкам в длину. Семиклассник Владислав Сафронов уверен, спортивная подготовка всегда пригодится. Я хочу прогрессировать свою физическую подготовку и в будущем служить в армии, защищать страну. Поддерживает юных патриотов звезда мирового масштаба омский стронгмен Михаил Шевляков. Он единственный из российских атлетов, одержал победу в крупнейших международных соревнованиях в Бразилии. Мужество, уверен Шевляков, основа русской нации. Я всю жизнь родил и любил свою родину. Я рос на патриотических фирмах, восхищался героизмом и историей нашего Отечества, подвигами наших дедов, прадедов. Сибирь всегда славилась богатырями, силачами. И твое присутствие, это, как знаете, мифологический прометей, который дарил огонь. Огонь может как и обжигать, так и согревать. Гимн России. Буква «З» над головами. Не менее символичен и тот факт, что юнормейцы сдают нормы ГТО в физкультурно-здоровительном комплексе имени ветерана Великой Отечественной Виктора Ларионова. Никита Гайдаш, Никита Смирнов, Дмитрий Алдыгепченко. 12 канал. Без права на ошибку. Омский авангард сегодня проведет шестой матч серии против Металурга. Лисы повели в серии со счетом 3-2. И теперь от выхода в финал конференции их отделяет всего один шаг. В последних четырех встречах ястребы стабильно пропускают по пять шайб за матч. Защита в команде явно страдает. До сих пор неизвестно, когда вернется в обойму игрок обороны Кирилл Готовец. Смогут ли подопечные Боба Хартли сдержать магнитогорский натиск и перевести серию на Урал, узнаем уже вечером. 12 канал, как всегда, покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 22.15 по омскому времени. А сейчас время хороших новостей. Спонсор рубрики ИП Ефременко Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Рукотворная красота. Педагоги декоративно-прикладного искусства из Новосибирско-Омской областей делятся секретами мастерства. Фестиваль художественного текстиля «Этот вид искусства» сейчас переживает второе рождение. Прошел в детской художественной школе имени Саниных. Подробности у Натальи Бельской. Эту коллекцию украшений в Омск привезли из Новосибирской области. Девичья повязка, поручи или нарукавники, серьги выполнены в старинной технике, сожжения по беле. Так раньше называли белую ткань, на которую мастерицы нанизывали жемчуг. Объемную вышивку повторила ученица Анны Резвиной. У преподавателя немало детских работ, которыми она гордится. «Это кукла. Ее выполняла на дельфийских играх участница 19-х молодежных дельфийских игр Илькаева Арина. Тема была задана «Золотая осень». И в соответствии с темой была подобрана колорит куклы». Педагоги из Новосибирской и Омской областей встретились вместе, чтобы поделиться опытом. У каждого автора собственные секреты ремесла. Знаниями обмениваются не только в теории, но и в практике показывают, как из ниток, ткани или шерсти творить чудеса. Например, техникой сухого валяния легко увлечь малышей на первых занятиях в художественной школе. Очень большой восторг вызывает, когда они делают мелкую пластику. То есть получается, это мелкая скульптурка из шерсти, там барашек, тигренок. И с этим восторженным взглядом, и с игрушкой они убегают домой, и они ее даже отдавать не хотят. Художественный текстиль – многогранный вид искусства. Всю разнообразную палитру изделий в детской школе имени Саниных представили на выставке. Некоторые работы уже официально считаются музейными экспонатами. У нас есть замечательный музей искусства Омска, и в фондах этого музея хранится огромная коллекция работ наших преподавателей. Это и рисунки детей, и то, что связано с текстилем – гобелены, лоскутное шитье. Художественный текстиль сейчас переживает второе рождение. Все больше людей отдают предпочтение рукотворным вещам, которые привносят в жизнь тепло и уют. Используя такое творчество и для экологии, из старых вещей в технике лоскутного шитья создаются покрывало, коврики, панно, которые служат хозяевам долгие годы. Наталья Бельская, Сергей Никифоров, 12 эконом. Распродажи мёда с 14 марта по 24 апреля. Акция. При покупке одного килограмма мёда, второй килограмм цветочного мёда в подарок. Мёд привезён из деревень Алтайского и Краснодарского края Саратовской области. ТД Корона, остановка ДК Бараново, экспо-форум, остановка ТРЦ Континент и ДК Малунцево. Далее прогноз погоды. Ну а сразу после выпуска новостей смотрите специальный проект 12 канала «Мы вместе». Вот то, чего хотят добиться наши противники своими санкциями, они точно не добьются. Смотрите, с чего началось. Давайте вспомним. Началось с допинга. Мы сегодня все находимся в таком состоянии армии. Семь стран написали письмо, что если российская сборная поедет на чемпионат в Европу, они не поедут. Главное ударить по нашему нижнюю. Что вы к нам, господин Байден, всё ходите и ходите, топчете в прихожей и топчете. Если появятся лишние деньги, то можно будет уделить больше внимания как раз массовой виду спорта. Нам нужны кадры. Нужно готовить преподавателей, которые будут работать именно в школе. Первые причины это мало знают. Извините за такой пафос, конечно, но я считаю, что правильные слова абсолютно. Напомню, что все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же вы можете предложить свои новости. Прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если хочешь летом богатый урожай, ты весной теплицу со скидкой покупай. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. Таковы новости этого дня. Я благодарю вас за внимание и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова